Музыка Здравствуйте, ребята! В эти выходные у нас суббота, 13-14 февраля Погодка нас в кавычках, так сказать порадовала потому что температура на улице ночью достигла, ну, у меня на термометре во всяком случае на домашнем минимум показала 6 градусов Фаренгейта Ну, вы знаете, я думаю, это где-то минус 14, наверное или где-то около минус 15 градусов если вы это будете считать по Цельсию Специально говорю для тех адекватных людей, которые просто смотрят канал не для того, чтобы почему хотят уехать в Америку, а просто потому что им интересно да, такие люди тоже есть ребята, не все хотят уехать в Америку кому-то просто интересно добро пожаловать всем, то есть не поймите меня неправильно я не имел ввиду, что те, кто хочет уехать они неадекватны нет, просто я имею ввиду, что есть люди которые не смотрят канал из-за ненависти к Америке неадекватны а смотрят канал, ну, которым просто интересно но у которых нет там какого-то ненависти там, пиндоси там, туда-сюда там, Америка во всем виновата там, и так далее то есть как вы понимаете канал у меня для нормальных людей ну, так вот, продолжим в общем, температура была Ого-го и в субботу 13 февраля вечером в 8 часов в Бруклине в Нью-Йорке в Бруклине в Кинсборо колледже ну, или колледже как у нас говорят наши местные русскоязычные туда приезжал русский театр балета тот самый театр который организован на непокойной Майей Блесецкой театр приезжал с постановкой балета Ромео и Джульетта ну, и мы решили в общем сходить на это мероприятие ну, я хочу вам сказать зал был небольшой то есть это было все без оркестра оркестровой ямы там нет это просто можно сказать что это просто актовый зал учебного заведения ну, я не знаю возможно у всей этой организации балетной просто на большее денег не хватило или что но это можно понять тем более, что доллар сейчас стоит сколько там от 7 месяцев 5 до 80 рублей каждый день скачет я не слежу за этим постоянно поэтому, наверное это можно понять то есть единственное единственное их выступление было в Бруклине для Нью-Йорка так, а почему это я несу 70 что-то я не понял я что-то, наверное на круиз-контроле нажал не ту кнопку так вот так 60 все, спокойненько едем чтобы меня тут никто не хлопнул по дороге штраф не выписал в общем господа хороший был балет конечно, молодежи там было мало я вам скажу где-то половина зрителей наверное были русскоязычные но другая половина были ну, либо американцы либо, может быть выходцы из каких-то других стран ну, короче факт в том что они не говорили по-русски однако люди интересуются русским балетом и смотрели зал был заполнен ну, я бы так прикинул процентов на 95 то есть пустых мест я видел очень-то довольно немного из процентов на 95 была заполняемость в общем-то большинство мест были заполнены сидели люди разных возрастов молодежь все-таки тоже была просто не так было их много но все-таки были и молодежь к нам в бездуховную Америку значит приехал русский балет но зал был практически полный господа так что речь когда кто-то говорит о бездуховной Америке конечно же они лукавят ну ладно мы туда уже не будем хотя уже достаточно бомбанет у тех кто это слышал хороший был балет с одним перерывом небольшим ну в общем было приятно так сказать оккультуриться ну и частичку русского балета в общем-то на своем опыте так сказать ощутить сидели мы там чуть ли не в третьем по-моему ряду вообще то есть довольно близко к сцене то есть было настолько близко что мы видели выражение лиц даже нам дали раздали всем на входе программки на английском языке правда на русском не было но не важно в общем-то у нас же с английским проблем нет мы же не жители Брайтон Бич и соответственно ну короче быстренько прочитал я чтобы просто быть в курсе что к чему хотя конечно произведение это известно все это давно известно но на самом деле я конечно уже подзабыл потому что последний раз я это читал не буду скрывать я это читал наверное в школе у нас был культурный выходной данный последний выходной после которого снимается этот видеоролик так что вот оккультурились мы ну ничего понравилось но зато когда выходили оттуда это был уже 11 час температура на улице была 8 а потом стало 7 фаренгейт в машине все писалось в общем было не очень не очень так холодно было идти до машины но потом ничего конечно же в машине все тепло и хорошо кстати сегодня у нас воскресенье сегодня у нас 14 февраля я не знаю кому как лично для меня вот эти 14 февраля я не считаю каким-то там праздником или чего тем более что праздник это там частично религиозный не знаю мне лично пофиг ну мне конечно пришлось там типа поздравить там жену там кто-то сё ну не знаю лично я отношусь к этому празднику как какому-то приколу и не больше вот а ездил я по делам сегодня сейчас съездил мне нужно было в Гвинс так что вот еду я сейчас домой а температура за бортом тоже 15 фаренгейта так что холодноватенько так